У нашего фонда есть своя специализация. Мы поддерживаем те семьи, в которых тяжело болеют дети от нуля до трех лет. Почему наш фонд называется «Плюс помощь детям»? Потому что мы поддерживаем не только детей, но и тех людей, которые вокруг них. Мы поддерживаем специалистов, врачей, реабилитологов. Мы поддерживаем в первую очередь маму. Мама – это тот человек, от которого зависит и качество лечения, и эмоциональное состояние, и потенциал этого ребенка. Если мама счастливая, довольная, смелая, активная, сильная, энергичная, это значит, что ребенок получит максимум и реализует свой потенциал. В самую первую очередь мы, конечно, просматриваем вообще всю историю болезни ребенка. То есть сначала, как протекала беременность мамы, как прошли роды, что ребенок может делать в настоящее время, какие проблемы со здоровьем у него есть. В первую очередь это детки с поражениями мозга, в связи с этим у них часто бывают эпилепсии, проблемы с движением, очень часто бывают трудности в вообще интеллектуальном, эмоциональном развитии. Это детки с потерей слуха, те, которым можно поставить импланты. Это дети с потерей зрения, это малыши со всеми остальными заболеваниями. Но тем не менее, вот те направления, о которых я сказала, требуют особого внимания общества и особой поддержки. Благотворительность – это не хобби. Это очень все серьезно, суперпрофессионально. И это та сфера, где нужна стопроцентная отдача. Вопрос не в том, что просто есть деньги, их потратили. Здесь важность, как их потратили и на что их потратили. Те вещи, которыми может гордиться наш фонд. До этого мы ни разу не слышали, чтобы в направлении реабилитации были внедрены диагностика и фиксация результатов реабилитации. Таким образом и мы, и реабилитологи, и врачи, и мама в первую очередь понимает, что мы начали с одного, пришли к другому, и мы ставим перед собой следующие цели. Мы их направляем и советуем, и говорим, давайте мы вам поможем, мы вас запишем, мы вас отведем, вы послушаете, примите решение и поймете, нужно это вам или нет. Далее мы уже смотрим, исходя из консультации специалистов, их прогнозов, что нужно ребенку в первую очередь, какие методы реабилитации, либо это будет направление Войта-терапии, либо Бобот-терапии, либо Финдалькрасть-терапии. То есть все очень индивидуально и подбирается очень тщательно и скрупулезно. Постоянно я слышу о том, что благотворительные фонды нечестные, что это развод, лучше адресно помочь маме скинуть деньги на карту. Но вот из моего опыта мамы не знают, куда тратить деньги, то есть они не понимают, что им нужно в первую очередь, что самое главное, важность, какая реабилитация нужна. А как раз фонд – это тот ресурс, который поможет правильно направить деньги с максимальной помощью. Здесь очень много методиков. Есть и фильтинг-райзинг, и войд, и остеопат, и мануальщик. Здесь очень многое. Можно вот индивидуальную программу для каждого ребенка составить. Я очень рада, что мы с сыном сюда попали. Мы прошли курс, я очень довольна, ребенок стал крепче, намного крепче. Я очень много обращалась, и только этот фонд вообще решил мне помочь в плане реабилитации, потому что все, что бесплатно предлагается, с учетом наших особенностей эпилепсии, нам, к сожалению, это ничего не подходит. Поэтому мы, конечно, очень благодарны фонду. Про фонд мне, конечно, понравилось. То, что они, если берут ребенка, они его ведут. Не так просто единоразовая помощь или два раза в год. В общем, то, что фонд нас ведет и не бросает, и знаю, что они в будущем будут нам помогать, это очень как-то надежду вселяет такое. Работа фонда мне тоже очень понравилась, так как не бросали нас на протяжении всего времени здесь нахождения, все время были с нами. Ну и, конечно, то, что нам, мама, был организован курс работы с психологом, это тоже очень помогло. Мы организовали группу поддержки для мам. Мы нашли специалиста, который ведет психотерапевтическую группу, благодаря которой мамы впервые за все время могут поговорить о тех вещах, которые очень важны для них. У мамы, наверное, может в первую очередь поменяться отношение к себе. Они поймут, насколько они терпеливые, добрые и чуткие мамы, насколько они много и много важного делают для своих детей. У нас самая счастливая работа, и спасибо всем, кто так или иначе нас поддерживает и участвует в этом. Делать дело, которым ты гордишься, видеть, как твои, в общем-то, человеческие обычные усилия приносят колоссальную пользу другим людям. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok